Здравствуйте! Вы смотрите новости на пятом канале в студии Ольга Ванеева и в начале коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Температура понижения до 13-18, а местами до минус 20 градусов. Синоптики предупреждают о сильных заморозках. Сегодня ночью в Каннске ожидается до минус 15 градусов, местами до минус 20. Не каждый может работать с судебным приставом, не каждый способен на это. У должника арестовали автомобиль. Даже в свой профессиональный праздник судебные приставы на страже закона. Большое спасибо ребятишкам, что поднимают настроение даже в такой хмурый день. Хмурая погода не повод грустить. Школьники необычным образом решили поднять настроение прохожим на улицах города. И теперь обо всем подробнее. В Красноярском крае утвердили стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Впервые с 2001 года после 17-летнего перерыва в крае появилась стратегия социально-экономического развития. Ее утвердили на заседании регионального правительства. Формирование документа началось лишь с появлением нового состава Кабмина. Программа предполагает повышение качества и продолжительности жизни. Прирост населения. Через 10 лет численность жителей края может превысить 3 миллиона человек. Объем инвестиций в экономику увеличится в полтора раза и составит не менее 700 миллиардов рублей. Значительно укропнится и бюджет региона. Ориентировочно он составит 350 миллиардов рублей и будет профицитным. На самом деле это не есть хорошо, жить без подобного документа. Во-первых, есть ряд нормативных требований и законодательства, в том числе федерального, по которому все регионы, все субъекты должны этот документ иметь. Это совершенно правильно, потому что решать текущие задачи, решать текущие какие-то вопросы, возникающие в деятельности любого органа власти и в целом правительства края, конечно, можно, но без понимания, куда мы идем, каким целям движемся и что у нас приоритет, жить нельзя. Суд признал право педагогов-пенсионеров на получение субсидий. Соответствующий иск был подан Канским межрайонным прокурором. По результатам проверки, проведенной надзорными органами, был выявлен ряд незаконных решений социальной защиты о прекращении мер поддержки педагогам, проживающим в сельской местности. По мнению сотрудников Управления социальной защиты населения, педагоги свое право на субсидию могли никак не подтверждать только в период своей работы в образовательном учреждении. А после выхода на пенсию должны были сообщить об этом в УСЗН и снова обратиться для назначения пособия. То есть преподаватели автоматически утрачивали право на субсидию. Из закона Красноярского края следует, что правом на получение данных субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг обладают не только работники образовательных организаций, которые работают в сельской местности, но и те, которые вышли на пенсию и последним местом работы, которых была образовательная организация. Соответственно, в данном случае у нас педагоги вышли на пенсию со школ, соответственно, не утратили право на получение мест социальной поддержки. Прокурор внес представление в адрес руководителя Управления социальной защиты населения с требованием об устранении выявленных нарушений. УСЗН, в свою очередь, с требованием не согласилась. И тогда надзорные органы обратились в суд. Суд признал действия соцзащиты незаконными и обязал орган защиты предоставить субсидии с момента прекращения их предоставления и возместить деньги педагогам-пенсионерам. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, первая декада ноября должна была порадовать теплом. Однако в Канск пришло резкое похолодание. Сильный ветер принес морозы и снег. Уже сегодня метеорологи обещают до минус 15 градусов ночью. Морозным и снежным будет весь ноябрь. Начиная с пятого числа уже идет понижение температуры. Дневные будут стабильно минус 6, минус 11 держаться, а ночью уже похолоднее – 8-13. На седьмое число у нас даже прогнозируется температура понижения до 13-18, а местами до минус 20 градусов, то есть достаточно низкие температуры. Поэтому тепло уже не предвидится. По предварительным прогнозам синоптиков, во второй и третий декадах дневные температуры будут колебаться от минус 8 до минус 13 градусов, ночью – до минус 18. А в конце ноября в город могут прийти настоящие сибирские морозы. Днем ожидается до минус 27, а ночью – до минус 30. Снег прогнозируют в большинстве дней месяца. Осадков в ноябре выпадет больше средних многолетних значений. Свой профессиональный праздник отмечает служба судебных приставов. У тех, на кого возложена работа по исполнению должниками судебных решений, наша съемочная группа побывала в гостях. Татьяна Блинкова расскажет о специфике их работы. Ежедневно они обеспечивают порядок в судах и встречаются с десятками должников. Несмотря на большую нагрузку, каннские приставы ведут эффективную работу и даже свой собственный праздник находятся на посту. Сегодня, например, им пришлось изъять у должника автомобиль. В этой профессии нужно быть и психологом в том числе. Нужно взаимодействовать и с должником, и со взыскателем. И нам очень часто это удается. Нам навстречу идут и должники, и взыскатели. И помогают нам в нашей работе. За это им большое спасибо. Служба судебных приставов и опасна, и трудна. Но, несмотря на это, сюда стремятся попасть и девушки. Галина Шевцова отдала службе более 30 лет и дослужилась до заместителя начальника. На этой должности прошла вся моя жизнь. Другой работы я себе не представляю. Работа, конечно, сложная, но в то же время очень интересная. Когда исполняется решение суда, все мы испытываем какое-то удовлетворение от своей работы. Есть значительное количество граждан, которые обращаются с благодарностью. Именно такие сотрудники являются костяком коллектива и наставляют молодых новобранцев на верный путь. Требования к работе пристава очень высоки, поэтому не каждый может возложить на себя такую ответственность. Требования профессии судебного пристава – это должны быть высокие морально-этические качества и знания финансового и юридического законодательства. Поэтому не каждый может работать судебным приставом, не каждый способен на это. И здесь, в связи с тем, что работа очень эмоционально тяжелая, напряженная, могут работать только те люди, которые эту работу любят. К своему профессиональному празднику судебные приставы подошли с хорошими результатами. Благодаря Каннскому отделу бюджеты разных уровней за 10 месяцев работы в сумме пополнились более чем на 70 миллионов рублей. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сразу после короткой рекламы расскажем об очередном участнике проекта «Ищу маму и папу», о театральном фестивале «Рампа», а также о том, как школьники прохожим настроение на улицах поднимали. Оставайтесь на 5 канале. С 31 октября по 4 ноября с 10 до 19 часов. Грандиозная распродажа шуб, норка, мутон, нутрия, каракуль, дубленки по ценам производителя. Принесите старую шубу и получите 10 тысяч скидки на покупку новой. Кредит «Расстрочка» от 2 месяцев до 1 года. Порт Артур, бывший магазин «Любимые дети». Сегодня я решил выйти из студии, чтобы показать вам нечто удивительное. Это условия нового кредита Восточного банка. До миллиона рублей наличными под 11,5% годовых. Восточный банк. Всегда хорошие новости. Центр юридических услуг «Фемида». Квалифицированная юридическая помощь населению и организациям. Первая консультация бесплатна. Краснопартизанская, 51. Телефон 208-08-11. Уникальная возможность укрепить иммунитет всей семье с помощью микроклимата солевых пещер. Одно посещение заменяет трехдневное пребывание на море. Порт-Артур. Второй этаж от эскалатора налево. Солевая пещера. Мы продолжаем проект «Ищу маму и папу». Каждый четверг в своих выпусках новостей мы рассказываем о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня мы познакомим вас с трехкодовалым Семеном. Озорной и очень активный мальчик. Именно таким он показался нашей съемочной группе при встрече. В первые минуты Семен хотел взять работу нашего оператора на себя и всерьез заинтересовался камерой. Семену всего три года, но он уже с легкостью справляется с различными развивающими заданиями. Знает, как зовут любое животное на картинке, будь то редкий павлин или простой котенок. Открывай одну. Кто это? Кроме того, он влекается сбором пазлов и мозаики, любит подвижные игры и всех вовлекает в эту игру. В компании проявляет себя как лидер. Хочет взять на себя лидерские качества, руководить, проявляет себя как организатор игр. Допустим, когда мы находимся в сенсорной комнате, он очень любит играть с мягкими игрушками. Его увлекают игры с мягкими игрушками, разглядывает их, называет их качество, что они умеют делать. И когда у нас совместное с ним занятие, он тоже очень включен в занятия, любит заниматься и активно проявлять себя в деятельности. Мягкие игрушки – это, пожалуй, действительно любимое увлечение Семена. Около 10 минут он просидел, разглядывая их и рассказывая зайчику различные истории, пока мы не отвлекли его от уединения. Полную информацию о Семене вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки попечительства. Адреса и телефоны вы видите на своем экране. Напомним, проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой Пятого канала при непосредственном участии Центра развития семейных форм воспитания, поддержке Каннского детского дома имени Гагарина, Красноярского краевого дома ребенка и Каннского педагогического колледжа. Татьяна Блинкова, Александр Минеев, телекомпания «Каннск», 5 канал. Филимонова – маленькая театральная столица. В местном Доме культуры «Современник» уже несколько лет подряд проходит краевой фестиваль любительского театрального искусства «Рампа». В Каннский район съезжаются труппы со всего востока края, чтобы представить свои спектакли. Подробности далее. Фестиваль любительского театрального искусства «Рампа» прошел в Филимонова. Впервые это масштабное мероприятие филимоновцы встречали еще в 2013 году. Дом культуры «Современник» стал хорошей площадкой для краевого фестиваля. Работники ДК не только помогают приезжим артистам, но и сами выступают на сцене. И работники культуры, и студенты, и учителя, и школьники. Это не профессиональный театр, это художественная самодеятельность. Но на деле можно считать, что они могут конкуренцию даже профессионалам? Вполне. Вполне. Участниками фестиваля стали самодеятельные актеры и режиссеры «Востока края». Они поборолись за первенство в различных номинациях и оживили досуг сельчан. Наша жизнь, она не такой, оказывается, может быть серой, как многие, может, и думают. Она действительно живет все-таки с театром, а это значит, дает возможность просвещаться, быть добрым, быть честным, справедливым. Молодой во всех смыслах коллектив из Сотникова показал постановку по мультфильму 1937 года «Велоснежка». Несмотря на переживания, юные артисты отлично выступили. Передать, наверное, все эмоции, чтобы окунуться в саму роль. Прямо вжиться в роль. Это было самое сложное. Остальное не такое уж сложное, как кажется. Но вот на сцене не страшно? Нет, страшно. Страшно всегда. Для нашего села, конечно, это что-то новое, интересное. Людям очень интересно посмотреть. Ребятишкам очень интересно. Ну, то есть суть была в том, чтобы вообще научить детей выходить на сцену, показать себя, не стесняться, не бояться. За четыре фестивальных дня на сцене представили 28 спектаклей. Лучшие из них покажут в конце ноября в Красноярске. Татьяна Сандл и Александр Линеев, телекомпания «Канк». Пятый канал. А в Канском драмтеатре состоится Ночь искусств. 4 ноября в 18 часов зрители увидят спектакль «Головлёвы. Страшная сказка». Посетить Головлёва, которая является не только местом на карте, среди лесов и болот, а целым миром, полным снов, воспоминания и чар может каждый бесстрашный и любопытный житель города. А сразу после спектакля пройдет Ночь искусств – тайны дома Головлёвых. Зрителей ждет ночная прогулка по дому, полному тайн и загадок, которые они попытаются разгадать. Актеры погрузят зрителей в этот страшный Головлёвский дом. Зрители будут разгадывать секреты и тайны героев, и узнавать, почему они так себя вели. Ну и раскрывать больше эту тему Головлёвскую, Салтыкова, Щедрина и иммерсивные. То есть они будут ходить и чувствовать со всех сторон вот это напряжение, атмосферу, страхи испытывать какие-то, возможно. В общем, много эмоций, обещаю. Не держите зло, а держите шарик. Волонтеры 4-й гимназии в рамках недельной акции «Добра» с этими словами встречали горожан в ненастный день на площади Канска. Удалось ли им развеселить хмурое настроение людей добрыми словами, расскажет Мария Гримбаум. Не держите зло, держите шарик. Серую картину школьники решили разбавить вот такими яркими красками. Горожанам разного возраста шестиклассники вручали шарик с пожеланием быть добрее. Акция для них началась еще в стенах школы. Вот, например, мы играли на переменах с малышами. Малыши сделали кормушки, развесили их, и теперь они каждый год будут следить за ними, ухаживать за птенцами. Еще мы с ребятами решили, что не нужен повод, чтобы дарить людям тепло и доброту. И это будет нашим девизом. На вопрос о том, нужны ли добрые дела, школьники уверенно ответили «да». По их мнению, без добрых дел нельзя прожить и дня. Если мы не будем творить добрые дела, будет везде зло. Я часто помогаю маме, даже когда было лето, даже помогала в огороде все время. Скажи, зачем нужны вообще добрые дела? Чтобы мир был лучше, нигде не было зла. К слову, поддержали такую акцию и взрослые. Родители готовились к ней не меньше самих волонтеров. Акции эти нужны, чтобы люди были добрее, дети выявили желание сделать эту акцию. Мы, как родители, поддержали это все, оформили и помогаем им во всем. Один шарик и несколько слов. Пасмурный и дождливый день действительно порадовали горожан. Многие уходили с улыбками. Во-первых, неожиданно в такую погоду, яркие краски и могу сказать большое спасибо ребятишкам, что поднимают настроение даже в такой хмурый день. Ой, очень, девочки, я прямо так рада, думаю, наконец-то мне шарик дали. Очень приятно, тем более детей. Спасибо. Молодцы, так и надо делать. Добро вам вернется назад. А кто зло делает, тому зло возвращается. Добавим, акция «Добра» проходит ежегодно, и в ней принимают участие все учащиеся 4-й гимназии. Мария Гринбаум, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5-й канал. О спорте. Каннские акробаты завоевали 4 золотых медали на соревнованиях в Минусинске. Там состоялись открытые краевые соревнования по спортивной акробатике, в которых приняли участие более 150 спортсменов из 7 районов края. Среди смешанных пар, работающих по программе первого взрослого разряда, победителями стали Анна Ван и Александр Масалыга. По второму взрослому разряду победила пара Дарья Дианова и Глеба Быкова. Среди спортсменов, занимающихся по первому юношескому разряду, золото завоевали Карина Дринных и Артем Валькович. Среди троек, работающих по программе третьего взрослого разряда, на первом месте оказались Милана Варюхина, Варвара Кабрус и Софья Панова. Тренируются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей отделения спортивной акробатики спортшколы имени Мочилова Татьяны Шушаковой и Натальи Яблоковой. И на этом все. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Все знают, что электронные госуслуги – это просто и удобно. Можно оплатить налоги, записать ребенка в детский сад, проверить штрафы ГИБДД и получить еще десятки услуг, не выходя из дома. Чтобы иметь полный доступ ко всем услугам, нужно сначала зарегистрироваться на портале, а затем прийти в Центр обслуживания госуслуг и подтвердить свою личность. А можно еще проще. Придите в тот Центр обслуживания госуслуг, где вам могут зарегистрировать учетную запись. Возьмите с собой паспорт и с НИЛС. Всего за несколько минут вас зарегистрируют на портале и сразу подтвердят личный кабинет. Здесь же вам помогут восстановить пароль от портала госуслуг, если вы не можете восстановить его сами. Центр обслуживания есть в каждом районе, а их адреса легко найти в интернете. Пройдите регистрацию в Центре обслуживания, начните пользоваться госуслугами и убедитесь, это проще, чем кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова